Привет, зритель! Управляюсь телефоном. Знал ли бы ты, сколько мне стоило этих самых... Да, вот надо было, может, расчесаться. Моя это, прическа, по-моему, я ее еще в видео не видосила. Я даже сейчас вот расчешусь для тебя. Это обзор шматья. Я тут помираю второй день, короче. Ну, как обычно, у меня бывают мигрени. Я тут, наконец-то, вроде отмерла, ну, в смысле, я жила. И решила собраться на улицу. Потом, думаю, у меня такая прическа, выркрыт. Свежие такие чистые волосы. Вымыла недавно самопарным шампунем. Думаю, надо, наверное, записать ролик. Причем не когда приду с улицы, а записать сейчас ролик. Сейчас вот это в полный рост. Это уже одиннадцатый вариант, когда я ставлю штатив и соображаю, как я влезаю в камеру. Нет, некоторые люди такие очень странные. Я не знаю, как они себе представляют мою квартиру и вообще как-то все представляют. Например, я бы их показать, а все ладно. Когда мне говорят, а ты можешь поближе встать? Вот я сейчас встану вам поближе. Все, а вот поближе. Я, может, попробую там на монтаже как-то это приблизить или сейчас себя приблизить. Я телефон, конечно, опущу. Короче, у меня есть как бы ботинки. Мне их тут презентовали весной этого года для зимы. Теплые. Но они искусственный мерк, искусственное все. Я не знаю, как тут это тебе, зритель. Ботинок. Обычный ботинок. Гетри, который я купила весной на Вальдберрис. И теплые штанички. Ну, в смысле, теплые колготки. Еще есть менее теплые колготки, хотя они называются термоколготки. Я вчера в них была, как-то прохладно было. Это было все свадьберис. Это платье мне когда-то, по-моему, мамина подруга подарила. Или моя тетя реальность. Короче, кто там мне его подарил? Ему уже, черт знает, сколько лет. И я думала его летом этим, осенью выкинуть. Ну, что, я его не ношу. Она уже куда-то три висит на вешалке. Я его не ношу совсем. А тут, блин, случилась зима. У меня случилось новое пальто. И я это как-то... Я только сейчас помню, что мне подарили брюки. Я их хотела носить осенью и забыла. А потом думаю, ну, я их нацеплю и покажу, какие они у меня зимой. И забыла. Я потом тебе отдельно их нацеплю, потому что сейчас надо будет переодеваться. То есть все. Короче, я в основе хожу вот так. Как бы в этом платье. Если совсем холодно, то гетри поверх. У меня есть еще сапожки, еще ботиночки. Но те ботиночки я не одевала. Они, может, по теплоте. Хотя, ну, может, как эти. У них... Я их уже обозревала. У них такой язычок падающий. Я их потом отдельно покажу. Может, камеру поднесу. Может, сюда принесу. И просто зимние сапоги кожаные. Снутри с натуральным мехом. Что-то у меня в них ноги мерзнут. Под них надо будет еще... Можно какие-то наскидивать. И как бы у меня есть зимняя куртка. Сейчас я тебе ее покажу. А есть пальто, в котором я хожу. Короче, пальто. Черстяное. Местами, как вот этот самый. Да, куртку я потом покажу. Сначала пальто, в котором я сейчас шастаю. Я вчера его умудрилась обновить. На очень скользком, неровном месте у одного дома напротив остановки у пап. Я как-то видела, придя на остановку, как взрослая девица, ну такая еще несовершеннолетняя, ее мамаша, стоят на остановке. И мамаша вообще как-то фиолетова. И она ничего, никаких замечаний не говорит. Ну, ребенок-то не мой, как бы, на мое счастье. Поэтому я тоже ничего не сказал. Она просто в афиге была. Девочка ездит вот так вот. На ногах раскатывает. У остановки перед, ну, дорожка. Проезжая часть. Ступенька и остановка. По остановке вот эту часть снега. Еще жалуется. Вот, говорю, вот-то будет скользко будет. Я думаю, блин. Не знаю, как сказать литературным языком. Очень одаренная девушка. Тебе хватает мозга раскатывать снег у остановки, куда ходят такие пожилые люди, бабки, детки и так далее. Твоя мать стоит, как минимум. Я тут подошла в очках, вся такая. В очках. И ей хватает мозга раскатывать и еще жаловаться на какой-то там лед. Потом она вылетела на дорогу, еще так подумала. Ну, вот самое то тебе по дороге тут раскатывать. Мать ей, конечно, ничего не сказала. В общем, такие вот, скажем так, недолюди. Раскатали тропинку. Где ходят просто люди. И я там шмякнула. Ничего, конечно, не повредило на мое счастье. Ничего сильно не ушибло. Ну, вот, то есть, снегом обновила этот самый пальтишко. Я тебе потом покажу его спиной. Сейчас я вот нацеплю шапочку. Узнаете шапочку? На шапочку у меня задонатила подписчица. За что ей спасибо. Ну, там наборчик был шапочкой, шарф. Я вот сейчас так хожу. Я, правда, без зеркала это все делаю. Вот видишь меня, да, зритель, который не видит вот далеко ему совсем. Ну, если тебе религия запрещает смотреть с монитора. Ну, нет денег купить монитор наутбук, да, там этот, компьютер. А есть деньги купить дорогущий телефон или просто телефон. Ну, короче, смартфон у тебя есть, да. С утюга ты смотришь меня с маленького. Вот сейчас ты меня видишь со своего маленького утюга. Мне вот то есть моя говорит, что надо это вот так делать. Правда, это надо делать у зеркала. Я тут у камеры, которая, с которой управляю с телефона. И это как-то неудобно все делать, чтобы смотреть и делать. Сейчас я играю, как это. Минус пальто. Оно на кнопочках мне неудобно. Я не привыкла застегивать кнопочки. Их надо искать первое время. Я вообще очень долго застегивалась. Еще оно книзу немножко такое сужено. Если в магазине наклоняюсь, а там цены иногда бывают так написано, что только наклонившись увидишь. Ну, специально для тех, кто в очках. Вообще, безбарьерная среда forever, которой нет ни хрена. И пуговички вот эти кнопочки растягаются. Садишься в автобусе или в маршрутке, садишься, они растягаются. Сейчас-то они расстегнуты уже. Но как-то так вот оно не рассчитано на то, что в нем будут садиться, наклоняться. Вот я сейчас сяду, наверное. Сейчас-то нормально. Как бы, видимо, кровать все-таки это не автобус. Тут есть кармашки. Можно положить целую руку. Можно положить платочку. Я туда кладу ключи, когда иду, и платочку. Я что-то никак все не залью за свою сумку, которую с холодного времени года таскаю обычно, вместо летней. Таскаюсь сумочкой такой. Одну ее надо постирать, другой вот. Мне как-то девочка Вика, которая, по-моему, меня уже не смотрит, но как-то внезапно лайкнула в инстаграм. Ну, даже сказала, знаешь, я тебя не смотрю. Я везде от тебя отписалась. Взаимную фотку удалила из инс, и меня, соответственно, с этой фотки сняла эту отметку. Смотрю, кто-то не стилает. Ну, спасибо, что за лайк. Короче, Вика, которая подарила мне эту сумочку, я с этой сумочкой сейчас шастаю. Сейчас я тебе покажу вид сзади. Ну, такое свободненькое. Легонькое. Сейчас я тебе просто покажу вид сзади без шарфа. А может, пока не стало холодно совсем уж так. Сегодня у нас какой-то там минус 13, говорит мой телефон. Ну, я это ходила внутрь шарфика одевала, какой-нибудь ёбаненький. Вообще, как бы я ещё одеваю джинсы поверх, ну, и там какой-нибудь свитерок. Но это уже совсем когда холодно. Я тут думала купить какие-нибудь тёплые джинсы, но они все узкие. У меня как-то были тёплые узкие джинсы. Ну, смотри, с какой-то фигнёй. Тёплые. Но у меня они так не нравились, они... Ну, мне не люблю я узкие джинсы. Чё я, наверное, может, приблизить меня. А так отойду и ещё вся приближу. Чтоб уж голову-то мне не срезало. Голову у меня всё равно срезает. Ну, ладно. В общем, вот, пальто. Я его ещё застегну ещё раз. Чисто уже без шарфа. А ту зимнюю куртку, я думаю, в прошлом году я, наверное, её подливала. В этих фаворитах шмоток. Я не помню уже, когда я начала этих фаворитов шмоток писать. Подозреваю спинка какого-нибудь джинсера. Внешняя ригия запрещает лазать по ютубу, смотреть, чё кто снимает. Ну, вообще, как бы мне говорят, руки в карманы несу, иначе я тебе карманы зашью. А я говорю, как же я туда засуну платочек и ключики. Кстати, телефон туда тоже можно засунуть. Но сейчас я им управляю, поэтому я не буду рисковать. Рук там что-нибудь отключится. У меня же тут всё приближено, да? Надо отдалить. Совсем далеко. Я забыла вообще, как я стою. Я бы тут пыталась вот так встать. Как не ставлю камеру, не увеличиваю эту фигню, не наклоняю, не приближаю. Всё как-то мне то ноги срезают, то голову. И вот сейчас вот я приближаюсь, ноги срезают, голова остаётся. Не знаю, как кому, мне так очень нравится. Они такие мягонькие, пышненькие, с одного помыва промываются. Сейчас я пойду возьму эту курточку другую и продемонстрирую её. У нас же это фавориты шмоток, да? Я поэтому не буду вам джинсы одевать, потому что мне, в принципе, вот понравилось в этом платье ходить. У него широкие рукава, у этого пальто. И когда я одевала платье без рукавов, вот у меня есть одно платье, то под рукава сюда зазывает, и рукам холодно. А, допустим, у другой куртки его можно одеть. Но что-то я дала этому платью второй шанс, она для меня открылась по-новому. И вот с этим оно хорошо тепло. Есть водолазочка, я не знаю, мне кажется, я её обозревала отдельно, наверное. И вот в ней вчера было холодно. Я поняла, что вот она всё-таки потеплее, потолще, сейчас у неё нормально. Я просто ей потрясу сейчас перед тобой, зритель. Она как бы была поварить осенью. А сейчас у нас вроде как зима. Ой, я же забыла тебе показать перчатки. В общем, вот она. Тон свитерок, что я тут купила как-то на Вайберис. Наверное, я его всё-таки обозревала. Я в нём ходила, пока не очень холодно было. Но у нас 1 декабря такая конкретная зима. Тут вот у меня есть перчатки, точнее рукавички, которые мне Лёдечка из Тюмени прислала. Тёпленькие, они такие двойные. А ещё есть перчатки, которые я на Азон покупала. Я их вроде не примеряла, но, возможно, просто так отдельно показывала в каком-нибудь обзоре. Довольно тёплые. Вот когда уже было где-то минус 10, точнее как, я пошла к подружке подстригаться, и оказывается было минус 14. У меня руки вполне себе, у них нормально себя чувствовали. Они не двойные, но они просто тёплые. Там у них какая-то волосатая фигня. У меня там есть шуба, полушуба из натуральных мехов. Потом этот самый короткий такой, был горнолыжный костюм. Конечно, я на лыжах никогда не ездила, у меня лыжах нет. У меня были лыжи, но моя любимая бабушка, ну, некоторые люди меня обсуждают. Они говорят, ой, бабушка её воспитала, бабушка меня окновила. Телефу гляньте, если интересно, там отмотайте куда-нибудь. Короче, бабушка моя любимая, однажды девчонка с одной договорилась на лыжах потрататься. И узнаю, что моя любимая бабушка мои лыжи как будто по-тихому сбавила. Мои лыжи там были специальные ботинки к лыжам, и мамина такая же пара лыж. Ну, ты, я хорошая такая бабушка, вообще, по хрену тебе дает. Ну, и, короче, у меня был такой горнолыжный костюм, штаны от него давно откидывали копыта. Я тут, ну, личное, конечно, я это не носила. А тут разбиралась, поняла, что не совсем откинулись, и на яху кинула. А курточка осталась, и курточка, несмотря на то, что, Лёля, ты такая жирная корова, тебе нельзя 44-й, тебе надо 46-й, 48-й, 50-й, хрен знает какой. А 44-й размер, вполне себе нормально. Я думала, ну, блин, я же такая жирная корова, говорят мои зрители. Ну, есть адекватные зрители, есть неадекватные. Вот неадекватные зрители говорят мне, что я жирная корова. Мерю я эту курточку, всё ништяк. Как я там, на люстре я тут хожу. А может, особо слепые-то не видят со своих утюгок. Вы уж не обижайтесь, хотя, слушайте, обижайтесь. На обиженных воду возят, может, вам понравится. В общем, те, которые особо слепые, вот для вас вблизи, вот, вот оно такое. Это и хрен знает, когда буду трену, что же 4 назад покупала. О, да, у меня тут живот. Секрет фирмы, у каждого человека есть живот. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот здесь вот, я раньше думала, что это какая-то, это, расстегнёшь, и оно будет шире, но оно просто так, типа дизайнер. Она дофига тёплая, вот сейчас в ней выходить, это, наверное, на какой-нибудь минус 25. Она, кстати, снизу может расстегнуться. Да, у меня тут лежит оранжевый палат. Что-то я как-то очень сильно расстегнула. Кармашек, кармашек. Мне неудобно руки убирать, я включаю из тех. И ещё тут внутри, по-моему, есть кармашек, я периодически про него забываю, иногда так нахожу. Вау, у меня кармашек есть. Где это тут кармашек? О, кармашек. Ну чё, вот такая вкуска. Может и шубу всегда завидосить. То мне в прошлом году её выдали. Может её никто ещё и не видел. Какая-то тяжёлая шуба. Вообще, все, кто хотел ту шапочку осеннюю, я в ней ходила ещё на минут 10. А нет, даже я в ней была на минус 14. Когда шла от подружки подвигаться, у меня нормально было не холодно. Я тут всё это приволокла. Я даже не буду вырезать на монтаже то, как я там говорю. Я думаю, там слышно, как я там говорю. Я же не тех и говорю. Блин, у меня такие рукава длинные. Я вообще забыла, как она выглядит. Я её давно не одевала. Вообще, это как бы перешитое из длинной шубы на полушубок. Ну, там заказное было. Как бы была длинная шуба, но хотелось сделать полушубок. Швея, которая сейчас уже не жила, ну, уже это, отошла в мир иной. В параллельный мир она ушла. Она, мне не очень нравилось, как она шила. Она всегда что-нибудь да не делала. Вот я тут, видать, разжирела. Она у меня не застегается снизу. На этом плоти. А может, так и было, чуть не помню. О, предчувствую, как будут в одном месте обсуждать, какая я жирная, а в другом месте бомбить. Но тут есть эти кармашки. Я вообще не знаю, как её носить. Мне нравится, что у неё длинные рукава, но они как-то, слушайте, больно очень длинные. Может, они загибались как-то. Я её реально несколько лет уже не одевала. Она туплая. Плюс она из натурального животного. У неё есть кармашки. Не, она там это на какой-то дофига подкладке. Фух! Шуба номер два. На ней ещё фигня такая висит. Мне подружка тут как-то отдала. Для каких-то там приятных запахов в шкафу. Вот у этой рукава пошире. У неё тут какие-то крючки. Она тоже из натурального животного. Но какого, я не знаю. Если вы по цвету понимаете, что это за животное, то... Ну, можете в каменах написать. Тут кармашки есть. Она более такая широкая. Мне ещё сказали, что она эта слегка широка. Давай её ушьём. А потом думаю, а если как-нибудь холодно будет, какой-то свитер под неё толстый можно надеть. А под другую смотку нельзя. Я вблизи подойду к тебе, зритель. Так. Как-то вот так, наверное. Ну, как бы и видно. Ноги-то, ладно, не видно. А руки, голову-то видно. В общем, вот она. Вот так вот. Чуть-то я отойду. Так-то, наверное, можно было приблизиться. Ну-ка. Давай я себя приближу. А то что я с телефоном управляю? Специально, чтобы приблизить. Вот. Короче, такая шуба. Она тоже на такую совсем уж зиму. Мне только не нравится вот у таких вот моделей. У них вот тут так всё раскрыто, блин. Я помню, у меня была какая-то дубрёнка очень красивая. Такая слегка розовая. У меня ещё тот период жизни был, у меня очень много шмоток было розовых. И я сюда одевала шарф. Но тут было всё раскрыто. Но она была красивая. И такая вся такая. Вот такая. Может, у меня где-нибудь там фотки вконтакте есть. Если поройте, если они открыты. Потому что я несколько альбонов сделала. А он different. А, друзья, у меня сейчас 29. Есть вконтакте, да? То вам повезут. Расстегать их, по-моему, удобнее, эти крючки. Чем расстегать. Так. Ну и эту пуртку, которую я неделю назад одевала. Она была на конкрас. Но кто знает, вдруг меня распёрло. Я стала совсем жирной коровой. Да, вот тут такая прикольная фигня. Одевается. Наверное, это специально за лыж сделано. Эта фигня. И она не застегнётся. На удивление она застегнулась. Ну, шо по побольше любителей поорать? Лёля, ты жирная. Тебе сорок четыртый нельзя. Особенно меня приколола, когда люди, которые годами мне писали положительные комменты, меня поддерживали. Особенно тогда, когда кто-то мне писал гадости, а они поддерживали меня. Типа, не, вы там не правы, а Лёля, ну, как бы, хороший человек. Стали мне вдруг писать, что, Лёля, ты такая вот, тебе надо это, что-то посвободнее. Ты жигная. Сорок четыртый совсем не сорок четыртый, это сорок второе. А у тебя сорок шестой, сорок восьмой, сто двадцать пятый и так далее. Ну, нельзя же быть настолько злобными, завистливыми людьми. Ну, сделайте в своей жизни что-то приятное. Зачем приходить в комменты к блогерам и выплёскивать своё нутро? Я сделаю этот контент как бы с положительной эмоцией. Вы сюда приходите с плохой эмоцией, смотрите, и вам хорошо становится. А если вы сюда приходите с плохой эмоцией с целью оставить свою плохую эмоцию, но я даже не знаю, что вам посоветовать, это деградация полнейшая. Что мне нравится? У неё, короче, где-то был такой карманчик. Вот, карманчик. Сюда можно что-нибудь положить. Она дохрена тёплая. Она даже застегается. Я когда-то этот костюм, вот там ещё штаны были спортивные, но они очень толстые, вот в магазин придёшь, они облипнут тебя, ноги не дышат. Мне прямо от этого становилось как-то в обморок падать хочется. Короче, у него можно вот здесь вот, ну, рукав сузить, рукав расширить. Она такая приталенная. По фигуре я подойду, потом поближе. Ой, я тут приблизилась, да? Надо отдалиться, а потом я обратно приближу. То я вдруг подумала, сейчас отойду и вдруг мне голову срежет. А не только ноги. Короче, она вот такая. Там внутри ещё карманчик на сеточке есть. Тут этот капюшон. Ой, а что я растягаюсь, я уже должна вблизи показать, да? Аля не зритель. Вообще, кайфовая. Сейчас я это приближу, а сама отдалюсь. Не, я понимаю, что надо не реагировать такое всё это, писать ролик. Типа вся, будто ничего не существует. Но иногда, знаете, да, отстаёт. Ну, как бы, даже очень хорошего человека с охренительным терпением можно задолбать. У меня там пост был по поводу мубагов. Я думаю, блин, как бы, модератор чатика, стримов. Я что-то давно стримы не делала. Просто не знаю, на какую тему вообще, как бы. Можно, конечно, там стримы с хавчиком делать, но в последнее время у меня, когда я зависаю на кухне, у меня не то, что не до стримов, не вообще сил не хватает. Даже монтаж залезти, там ноутбук открыть. А это, как бы, АСМРы тут стала писать, а мубаги не делаю. У меня кто-то ничего не пинает про эти мубаги. Но написала пост. И человек прицепился к посту, что я вот, значит, написала пост, меня там кто-то не поймёт. Я думаю, блин, кто-то не поймёт, но пойдёт и загуглит это слово в поиск. Гугл-то его не забанил, раз имеет свойство смотреть. И я думаю, человеку пришёл, ну, слушай, сколько можно тебе, ну, не надоём меня хейтить? А человек так разрался. В общем, человека так расплющило на словесный понос, что, значит, я ничего не делаю для зрителя. Я думаю, ты пишешь камень под постом, где я пишу насчёт контента специально для зрителя. Как бы, ну, многие знают, что на странице канала написано, что я как бы ни по мубагам, ни по АСМР, ни то ни другое не смотрю, делаю это исключительно. Вот, ну, людям нравится, окей. И вот такие вот просто добивать начинают иногда. Особенно, если ты сидишь, у тебя там вторые сутки мигрень, ты пытаешься как-то, ну, хоть что-то сделать, потому что уже ничего не помогает, ну, как бы, как-то отвлечься. Вкладываешься в канал физически и морально, и временем тоже, и тебе вдруг, ты ничего для зрителя не делаешь, ешь кинкот. Кстати, спасибо Анониму за донаты, спасибо Ольге за донаты, ну, и всем остальным тут тоже донатит спасибо. Очень приятно. Особенно так неожиданно сидишь. Ну, как бы, я понимаю, что для блогера это нормально, когда ты вот, ты блогер, и тебе там делают донаты, или какие-то посылки посылают, или ещё что-то. Это как бы по умолчанию она считает, что это нормально, да, в порядке вещей. Когда мне это делают, я всегда как-то немножко удивляюсь. Мне так она очень нравится, вот так на себя сзади смотрю. О, да, вот здесь вот эти складочки, ведь ни у кого не бывает этих складочек, только у меня. Ещё кто-нибудь стопудово напишет, что я жирная. Ну, даже если так, да, я жирная, я 64 килограмма весила недели где-то две назад. Ну, лишь бы выжигными не были. Вот сейчас покажу, смотри, друзья. Тут есть кармашек на липучечке. Что, только один кармашек? А, нет, точно, тут ещё кармашек. Я так тащусь от кармашков. Размер S. Карапишон, кстати, здесь снимается. Тут где-то есть змейка, но уж я не буду его отстегать. Ну, короче, эти ботинки с ушками, я когда-то их, я не знаю, может, я их вообще на механке обозревала, а может, я тут уже обозревала их. У них всё прикольно, но вот это ушко, оно падает. Ну, в смысле, вот эта фигня с ушком, оно падает. Их лучше одевать под джинсы, иначе вот у меня мёрзнут ноги где-то там в районе этой щиколотки. И сапоги. На какой-то белорусской ярмарке я как-то покупала, тётя меня уволокла. Я вся такая вещь напрягаюсь, да ну, на нафиг, да у меня есть вроде одежда. И они байка внутри, потом вот эта кожа, и у них минус был, короче, у меня на вторую неделю после носки сначала отвалилась одна вот эта собачка. Ну, от змеечки, потом вторая. Я не знаю, нет, я змейку-то я саму не заменяла, мне тогда этот, в каком-то могу, в ремонтном центре, обувной вот этой, ремонтной мастерской, короче, мне сначала одну собачку заменили, потом вторую. А так всё нормально у них. Хорошие такие сапожки. 37 размер, моя 35. Они маломерки. Но этот, в общем, туда по носку влезут немножко. Эти-то 35-й ботинки. Я тут попыталась мне засунуть, как бы ногу-то показать, а можно же обдарить. Короче, я тут попыталась мне засунуть ногу в тёплом носке, в толстом. Но чё-то у нас с ними не срослось. Ну чё, зрители, я вроде все тебе показала, фавориты эти зимы. Даже всю свою верхнюю тёплую одежду показала. Но пока у меня в фаворитах вот эта пальтишка. Хотя, в принципе, я думаю, что, наверное, и в куртки надо ходить. Но вот сегодня я собираюсь в нём пока ходить. В нём буду ходить, пока не замёрзну. Э, чё ещё тебе сказать? Мне вон там кошка грыкнет. Она мне сегодня располосовала лицо в двух местах. Чё-то так играла-играла. Так фига, хорошо глаза были закрыты. Я ещё глаза закрыла, думаю, чё-то она это собирается делать. А у меня же от вида крови это. Птички летают. И я в итоге в обморок шмякнулась. Если тебе чё-то там непонятное, опять хочется чё-то вблизи, можешь мне просто написать, Лёль, сфоткай это и выложи, допустим, в телегу. Потому что в Инстаграм оно немножко урезает, в этом самом... Как он там на Ютубе, оно вообще квадратом делает. А телега открытая, захочешь, посмотришь. Пока! Не забудь поставить палец кверху.